В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро! В последние годы индустрия красоты развивается стремительными темпами. Люди стали особенно тщательно следить за своей внешностью, и в этом особую роль играют барберы. В нашем городе тоже открываются новые салоны и барбершопы. О том, как в этом многообразии выбрать своего мастера, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет талантливый барбер Джонни. Доброе утро всем! Доброе утро, Джонни! Здравствуйте! Я рада тебя видеть вновь у нас в гостях. Сразу хочу сказать нашим зрителям, что ты один из популярных барберов у нас в городе, и очень талантливый человек. И еще могу сказать, кто попадает один раз в твои руки, он уже от тебя не уходит. Я считаю, что это самая главная похвала парикмахеру. Но сегодня я хочу у тебя спросить об одной очень важной вещи. Сейчас индустрия красоты развивается. Люди стали больше ухаживать за собой в социальной сети. Там много красивых картинок. Но бывает, ты как-то тоже рассказывал, что человек приходит, садится, а результат другой. Подскажи, пожалуйста, как человек опытный, как подобрать своего мастера? Как в нашем городе найти барбера? По каким критериям его можно определить? Расскажи. Да, как вы говорите, сейчас мастеров очень много. Тут можно определить из трех признаков. Первый признак, когда вы садитесь, первый вопрос обязательно надо задавать. Как ты меня будешь стричь? И мастер вам должен объяснить это с богатой лексикой, а не бедной. И он должен так объяснить, чтобы было все понятно. Второй признак – это тушевка с прямыми ножницами. Он просто берет расческу и прямыми ножницами будет тащить. А как надо? Тушевка. Вот как ты сказал, да? Обычно, да. Обычно это в основном делают именно профессиональные мастера. А обычные мастера с этим не занимаются. И они это вообще не признают как-то. Они забывают про это. То есть на расческу берешь волосы прямо скидываешь? И как машинка они начинают работать. А третий признак – и всегда у них надо спросить, какая косметика на мои волосы подойдут. И помада, там разные укладки для волос. И еще один, как говорится, лайфхак есть. У всех профессиональных мастеров прямая осанка. А если мастер начинает горбиться или сутулиться, это уже не сталкивался с трудностями в нашей работе. А в чем связь между тем, что мастер сутулиться или… Горбатый мастер, когда сутулиться, это долго он не доходит. И спина начинает болеть. И в таком состоянии работать чуть трудновато. Лучше прямая осанка, а профессиональные, они чуть назад откидываются или ноги чуть шире ставят. У нас множество сейчас барбершопов, да? Да. И к счастью, ребята тоже стали за собой ухаживать, потому что сейчас многие носят бороду. Вот какие-то рекомендации. Ты же мужской мастер, можешь дать? Я могу дать. Я бы не посоветовал много укладок. Я бы больше посоветовал витаминов. В основном витамин многое чего влияет. И на волос, и на бороду, и на кожу лица. Как мы питаемся. Да, люди и начали ухаживать за собой, но забывают хорошо питаться. От еды, мне кажется, многое чего зависит. Насколько я знаю, ты в мастерству парикмахерскому даже в Китае учился. Это просто слухи. Да? Да. А кто твой учитель? Мой учитель – это отец. Первый мой учитель – это отец. Отца все начался. Ну, я так понимаю, что ты свою профессию больше ни на какую другую не поменяешь. Никогда, никогда. Я уже полюбил его. Ну что ж, я считаю твоим близким очень повезло, что у них рядом такой прекрасный мастер. Дари дальше красоту людям. Спасибо. Благодарю тебя за участие в нашей программе. Спасибо тебе. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу «Черкесская редакция» в 14.30 в «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова